194 тысячи 140 тонн здесь концентрированная тут то есть она металлическая в открытом виде она лежит здесь испаряется но когда он шел здесь было больше 10 11 тысяч до мало кто до 50 прямо на территории радикала ну там апартаменты одно предприятие в горловке который могло это все утилизировать так стоп давайте с самого начала завод радикал он же киевский завод химикатов он все завод номер 1000 фабрика минеральных удобрений начал работать в 1952 году предприятие строившиеся тогда еще за чертой киева из-за расширения столицы в семидесятых оказалось в черте города киевский радикал входил в число ведущих предприятий химпрома ссср завод производил хлор бертолетовую соль каучук серную и соляную кислоты при этом для производства требовалось огромное количество ртути после распада ссср экономический кризис привел к банкротству завода в девяносто шестом году с тех пор буквально под открытым небом остались сотни тысяч тонн химически опасных веществ а в сми завод стали называть не иначе как ртутный чернобыль почему уже больше двадцати лет сделать с этим не может ничего не центральная власть не киевская может быть ты нам бахматов расскажешь ну поехал да так как мы не понимаем до конца сколько это и так далее чтобы не прощаться с обувью решили одеть бахил бахилы еще та защита от ртуки безусловно чистый stalker то и того да как бы 194 тысячи 140 тонн в целом связано так или иначе с отходами первой категории до здесь высоко концентрированная то есть она металлическая в открытом виде она лежит здесь испаряется то есть когда она испаряется при 35 градусах ну она реально фонит ну вплоть до того что здесь пару смертельных случаев было потому что сталкеры лазили сюда ну всякие люди нехорошие которые тут металл резали и два человека здесь одного плитой придавила 2 просто нашли здесь тех кто здесь работали в горячем цеху ну а вы понимаете что это электролиз и народ тут температура под 40 градусов внутри ну мало кто до 50 дошел а что мы сейчас там меряем вот . показателям вов а тут 1200 но когда он шел здесь было больше 10 11 тысяч до он когда шел сюда я у него спросил он говорит подуло 11000 прибор там сейчас 1200 показывают ну сейчас если дойти там где-то где она сконцентрирована там явно сейчас зашкалит а летом то здесь и по 40 тысяч по 30 уже пойдем посмотрим интересно у нас до рынок у нас тут церкви у нас там еще что-то он офисные здания вот тут даже жилое здание какое-то стоит на теперь прямо на территории радикала ну там апартаменты какие-то отлично хостел или что-то такое то есть и все это заходит находится в санитарно-защитной зоне радикала надо да да 56-го року вырублялися химичные речевины за домовой ртуте в 96-му році збанкротили завод зупинився и с этого часу идуть намаганья что с ним робите санация ликвидация и таки меньше в украине нет вообще вообще нету такого понятия как переработка ртути было одно предприятие в горловке которое могло это все утилизировать когда-то когда она нормально работала сейчас мы не знаем как она работает это а б она находится в горловке соответственно под руководством днр как будет террористических организаций соответственно что тут будет происходить украины нет возможности это утилизировать то есть нет полигона химического нормально нет предприятия нормального вся страна получается живет без нормального полигона по утилизации опасных отходов без нормального предприятия по решению этих проблем системно что завод радикал е державным а вы находиться на территории киева из 96-го року никто с державы на жаль не допомих поэтому сейчас что мы будем делать город киев три недели назад выделил четыре миллиона до четыре миллиона на проект который бы позволил выяснить что тут происходит и сколько это может стоить и кто самое главное сможет это в этом нам помочь першим робому открытый конкурс другому залучаем о международных экспертов третий они приступают до аналитики ключевые замеры мают отбываться в теплую пору року потому что саму тоди мы маем в випаровывание такие яке я максимальным тобто мы сможем это все помирить наша задача сделать проект за четыре миллиона потом рассказать об этом национальной проблеме стране привлечь экспертов международных они посчитают вообще во сколько это может обойтись и спокойно в течение следующего года двух-трех вот это все либо утилизировать либо вывести это за границу на специальный завод либо утилизировать это на месте поэтому кстати мы делаем это публично чтобы оказать давление на власти всех уровней там и национального и киевского именно экологии так далее чтобы уже никто спрыгнуть не смог но это все отработаем с вами безусловно но давление я кажу такое да как бы чтобы жопа болела у министра экологии у премьера и тому подобное моё завдание як люди не что допомагает киянам и киеву не шукаты винных так как бы это завдание полиции набуу и сбу прокуратура и так и иначе хотя я вважаю что мы можем найти покараться людину або людей або компанию а наше завдание як листа допомогти зробите проекта після того реализовать проект по демеркуризации всей цей територией насколько советское было насрать вообще на город на жителей на страну и на все как может было строить эту всю историю с нарушениями всего без этого ванны бетонные так далее а потом это все оба на голову молодой демократии одели девяносто штом году и вот мы сейчас это отхаркиваем и пытаемся что-то это сделать 21 веке что-то